Глава 8 под заголовок 5. Алия и Арабы. Проводя правильную политику поощрения репатриации и рождаемости, Израиль может удвоить свое еврейское население в течение ближайших двух десятилетий. Многим евреям эта цель кажется сегодня недостижимой, но не так оценивают ситуацию наши враги. Несмотря на громогласные словословия, кавычки, торжествующие арабской матке, кавычки, лидеры арабов прекрасно понимают значение демографического потенциала, связанного с продолжением Алии. Постоянное увеличение еврейского населения Израиля впечатляет их гораздо больше, чем расхожие демографические прогнозы. Именно по этой причине арабы вели и ведут бескомпромиссную борьбу против еврейской репатриации в Эрц-Исраиль. Они видят в ней решающий фактор, который определит исход демографического противоборства. По сути дела, арабская борьба против Израиля традиционно ведется в двух плоскостях – географической и демографической. С одной стороны, арабы пытаются предельно ужать границы Израиля. С другой – подорвать доминантные еврейские позиции внутри нашей страны посредством активного противодействия репатриации. Увеличение еврейского населения Израиля за неполных полвека трудно не считать поразительным. С 600 тысяч человек в 1948 году до почти 4,5 миллионов ко второй половине 90-х. Но и этого впечатляющего прироста недостаточно для создания устойчивой демографической базы, обеспечивающей стабильное существование армии, развитие экономики и полноценное функционирование иных сфер государственной жизни. 4 миллиона человек – это совсем немного, когда речь идет о нации. Гражданам Израиля приходится дорого расплачиваться за свою относительную малочисленность, долго служить в армии, платить высокие налоги, мириться с низкими стандартами в некоторых существенных областях повседневного существования. Когда огромная часть ресурсов нации тратится на обеспечение ее выживания, когда лучшие умы работают над решением оборонных задач, когда те, кто могли бы стать замечательными учеными, промышленниками, художниками и поэтами, должны посвящать свою жизнь защите Отечества, и когда многие из них погибают на полях сражений, народ платит ужасную цену. В жертву приносятся несделанные научные открытия, нереализованные экономические инициативы, ненаписанные художественные полотна и несозданные литературные произведения. Если бы население Израиля было более многочисленным, это позволило бы распределить бремя национальной обороны между большим числом граждан, сделать его менее тяжелым и высвободить таким образом значительные творческие силы для плодотворной деятельности в иных областях национальной жизни. Таким образом, прибытие в Израиль каждого нового еврея является неоценимым вкладом в коллективное благополучие и человеческое богатство нашей страны. И, напротив, попытка ограничить Алию, по крайней мере, до тех пор, пока критическая масса еврейского населения Израиля не будет гарантирована самым надежным образом, является верным рецептом национального самоубийства. Для прояснения картины здесь можно упомянуть о поучительной участи постигшей христианское государство в Ливане. В этом отношении вполне согласно мыслят как многие израильтяне, так и арабские лидеры. Точку зрения ООП по данному вопросу ясно выразил член исполкома этой организации один из руководителей арафатовского фатха Махмуд Аббас, более известный по кличке Абу Мазен. Именно он подписал вместе с Арафатом злополучное норвежское соглашение между Израилем и ООП. Чтобы понять опасность еврейской иммиграции, следует вспомнить о том, что население Израиля в момент провозглашения государства составляло всего 600 тысяч человек. Я уверен, что если бы численность его населения оставалась на таком же уровне, Израиль не дожил бы до сегодняшнего дня. Иммиграция для Израиля столь же важна, как артерия для сердца, и она питает израильскую экономику солдатами, рабочими и фермерами. Поэтому мы рассматриваем еврейскую иммиграцию как самый серьезный вызов, брошенный арабскому народу. Конец цитаты. Признание непосредственной связи между еврейской репатриацией и перспективами сионистского начинания в Эрецисраэль является той причиной, в силу которой почти все арабские лидеры всегда выступали против Алии. За некоторыми малочисленными исключениями имевшими место до кровавого арабского мятежа 1936 года. Организованные хадж Амином Эль-Хусейни погромы 20-21 годов сопровождались требованием о прекращении еврейской иммиграции в подмандатную Палестину. В 1921 году арабские погромщики убили только что сошедших на берег еврейских репатриантов в Яфа. Требования прекратить Алию выдвигали с инициаторами арабского мятежа в 1936-1939 годах, и Британия, желавшая восстановить спокойствие в Палестине, почти полностью их удовлетворила. Во время Второй мировой войны иерусалимский муфтий хадж Амин Эль-Хусейни из Берлина, где он нашел соответствующих союзников. «Я считаю себя личным другом великого муфтия», заявил главный организатор нацистского геноцида Адольф Эйхман. «Я пообещал ему, что ни один европейский еврей не въедет в Палестину». Конец цитаты. Даже в 1945 году, когда стало известно, что три четверти евреев Европы уничтожены нацистами, арабские лидеры постоянно телеграфировали союзникам, угрожая им начать джихад в кавычках против собственного еврейского населения в том случае, если репатриация в Эрецисраэль не будет немедленно и полностью прекращена. Попытка евреев эмигрировать из арабского государства в подмандатную Палестину стала рассматриваться как уголовное преступление, наказываемое смертью. В то же время евреев, проживавших в арабских странах, лишали гражданства и имущества, подвергали унижениям и преследованиям. Провозглашение государства Израиля вызвало новую вспышку ненависти к евреям в арабских странах, результатом которой стали кровавые погромы и санкционированные репрессии. В 1947 году арабские государства довели до всеобщего сведения, что поддержка, оказываемая Западом еврейской репатриации и государственности, не останется без ответа. Если проблема Палестины не будет решена удовлетворительным образом, мы едва ли сможем защитить безопасность евреев в арабском мире, открыто заявил сирийский представитель ВООН. По иронии судьбы, одной из величайших ошибок арабских лидеров стало преследование евреев и выталкивание их из арабских стран в разгар войны за независимость. 1948 год. Погромы, грабежи и репрессии превратили в беженцев почти все еврейское население арабских стран. Лишившись элементарных прав и нажитой собственности, евреи были вынуждены репатриироваться в Израиль, что более чем удвоило еврейское население нашей страны, в годы, последовавшие за провозглашением независимости. Осознав свою роковую ошибку, арабские режимы пытались воспрепятствовать продолжению еврейской репатриации путем блокирования Советским Союзом и его коммунистическими сателлитами в Восточной Европе. Миллионы евреев в странах Советского Блока оказались на положении граждан второго сорта. Им мешали изучать еврит и реализовывать свои еврейские устремления. Против них была направлена машина государственного антисемитизма. В начале 50-х годов евреям Советского Союза угрожала страшная опасность санкционированных массовых погромов и принудительной депортации в удаленные районы. И только смерть Сталина отвела от них эту угрозу. После впечатляющей победы, одержанной Израилем в 67-м году, в СССР возникло сианистское движение, участники которого требовали для евреев право на свободную репатриацию. Под давлением государства Израиль и еврейских общин Запада это требование превратилось в одну из тем американо-советских переговоров в периоды разрядки. По инициативе сенатора Генри Джексона Американский Конгресс довел до сведения советских лидеров, что СССР не получит от США зерна и кредитов, если эмиграционная политика Кремля не претерпит существенных изменений. Американское давление дало определенные результаты. В 70-е годы ворота советской тюрьмы приоткрылись и около 200 тысяч евреев сумели репатриироваться в Израиль. Арабы попытались добиться от Брежнева немедленного прекращения еврейской эмиграции, однако им было в этом отказано. В 79-м году советская агрессия в Афганистане приостановила процесс американо-советского сближения и СССР лишился некоторых существенных льгот в торговле с США. Теперь у кремлевского руководства не было больше причин держать ворота своей страны открытыми. Еврейская эмиграция была прекращена на целое десятилетие. Лидеры и активисты сионистского движения в СССР оказались перед лицом жестоких репрессий. Но ворота, запертые Брежневым, были вновь распахнуты Михаилом Горбачевым, положившим начало политики гласности и перестройки. С 89-го года евреи, желающие выехать из СССР, а затем СНГ, не сталкиваются более с существенными препятствиями. В 90-м, 92-м годах имел место массовый исход евреев из России, массовый исход евреев из России, Украины и других бывших советских республик. В Израиль прибывали тогда до 200 тысяч репатриантов в год, 5% всего еврейского населения страны. В 90-м году в Израиль были доставлены также 15 тысяч эфиопских евреев. Параллельно с этим усилилась еврейская репатриация из Румынии и иных государств Восточной Европы. На исходе 20-го столетия перед Израилем открылись новые замечательные перспективы, связанные с возобновлением и продолжением Алии. Эти перспективы не остались незамеченными. В 90-м году арабы усилили давление на Запад, требуя остановить устремившийся в Израиль поток еврейских беженцев. Представители арабских государств и ООП выступали с этим требованием во всех западных столицах и в Москве. Они утверждали, что израильское правительство намерено расселить репатриантов в Иудее и Самарии, лишив арабов принадлежащей им земли. Озабоченные лидеры западных держав направили в Израиль своих посланцев, уполномоченных проверить справедливость этого утверждения, и те без особого труда установили истину. Менее одного процента репатриантов избрали в качестве места жительства поселения Иудеи, Самарии и Газы. Поступившие не были понуждаемы или поощряемы к этому правительственной политикой. Вскоре выяснилось, что яростное сопротивление арабов еврейской репатриации не было вызвано специфическими опасениями за судьбу арабских земельных владений в Иудее и Самарии. Оно было направлено против еврейского присутствия в любой части Эра Цисраэль. Так, например, конференция министров иностранных дел Лиги Арабских государств, созванная по инициативе Саддама Хусейна и Ясера Арафата за несколько недель до иракского вторжения в Кувейт потребовала «принять самые суровые меры против всех сторон, органов и организаций, содействующих каким бы то ни было образом еврейской иммиграции в Палестину, особенно в финансовом и транспортном отношении». Конец цитаты. Выражая широко распространенное в арабском мире чувство, Саддам Хусейн заявил тогда, «Тот довод, что иммигранты не должны жить на арабских землях, оккупированных в 1967 году, недостаточен, поскольку новые иммигранты, где бы они ни находились, укрепляют израильское общество». Конец цитаты. Сходной была и реакция ООП, которую представил член революционного совета Фатха Абу-Давуд. «Сионистское государство в Палестине невозможно без иммиграции. Когда еврейская иммиграция прекратится, в этом государстве начнется процесс дезинтеграции и распада. Должны быть приняты меры против каждого иммигранта, против каждого, кто принимает участие в судьбе иммигрантов, кто финансирует их доставку, кто помогает их абсорбции, а также против тех, чьи самолеты помогают перевозить иммигрантов». Конец цитаты. Видя, что мечта всей его жизни тает у него на глазах, Арафат вернулся к надежному и испытанному оружию террора. Это произошло всего лишь через 4 месяца после его женевского выступления с осуждением в кавычках терроризма. Я хочу сказать ясно. Открывайте огонь по новым еврейским иммигрантам, будь они из Советского Союза, Эфиопии или еще откуда-нибудь. Для нас было бы позором, если бы мы, не шевельнув пальцем, смотрели на орды иммигрантов, завоевывающих наши земли и расселяющихся на наших территориях. Я хочу, чтобы вы стреляли в них на земле или в небе в каждого иммигранта, возомнившего нашу землю игровой площадкой, приезд на которую он считает увеселительной прогулкой. Не имеет значения, живут они в Яфа или в Ерехоне. Я даю вам ясное и однозначное указание. Открывайте огонь! Сделайте все возможное, чтобы остановить поток иммиграции! Конец цитаты. Призыв Арафата был услышан. В декабре 1991 года в Будапеште взорвалась машина, начиненная динамитом. Это произошло в тот момент, когда рядом с ней проезжал автобус с еврейскими иммигрантами, направляющимися в Израиль. По счастливой случайности попытка повторить убийство репатриантов, совершенное семью десятью годами раньше в Яфа, не удалась. При взрыве в Будапеште погиб сопровождавший автобус венгерский полицейский. Объявленная Арафатом война против еврейской репатриации вскоре отошла на второй план, поскольку всеобщее внимание переключилось на другую арабскую проблему. Когда в августе девяностого года Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, арабы вдруг поняли, что у них есть задачи посередезнее, и старательно раскрученное колесо антирепатриационной пропаганды со скрипом остановилось. Война в Персидском заливе нанесла Израилю тяжелый финансовый и психологический ущерб, однако она обеспечила нам передышку в борьбе за продолжение массовой репатриации. Хотя и в меньших количествах репатрианты из России продолжали пребывать в Израиль даже в самые тяжелые дни иракских ракетных обстрелов. В аэропорту имени Бен-Гуриона, едва спустившись с трапа самолета, они получали вместе со своими первыми израильскими документами противогазы. Даже опасность химической атаки не могла заставить их провести еще несколько недель в Советском Союзе, который балансировал тогда на грани коммунистического переворота. По окончании войны в Персидском заливе арабы возобновили свою кампанию, направленную против репатриации евреев в Израиль. Теперь они обратились к администрации США с требованием не предоставлять израильскому правительству кредитных гарантий на нужды абсорбции.